Подкормка рассады помидор после пикировки. Представить себе садовый участок без грядки или теплицы с помидорами невозможно. Эта культура пользуется большой популярностью и в южных регионах, где ее можно выращивать в открытом грунте, и в регионах с более суровым климатом, где требуется создать определенные условия для комфортного развития растения. Базовая информация о культуре. Томат является представителем семейства посленовые, любит хорошо освещенные участки и достаточно высокие температуры, от плюс 18 градусов Цельсия и выше. Даже незначительные заморозки могут значительно сократить количество урожая или вовсе привести к гибели растения. Для томатов лучше всего подходят облегченные почвы, суписанные или суглинистые. По правилам севооборота лучшими предшественниками для помидор являются огурцы, морковь, лук, бобовые и капуста. Предварительную подготовку почвы начинают делать еще осенью. Она заключается в перекапывании грунта с внесением органики, навоза, компоста, перегноя. Это позволяет восполнить силы и запасы питательных веществ перед новым сезоном. Особенности климата практически всех регионов России не подразумевают посадку помидор сразу в грунт. Ранней весной начинается посев семян на рассаду в домашних условиях. Когда в регионе исчезнет угроза заморозков, дачники приступают к высадке томатов в открытый или защищенный грунт. Чаще всего этот период приходится на конец мая. Помидоры Пересадка помидор из контейнеров, которые располагались дома, на грядку называется пикировкой. После этой процедуры растение испытывает сильный стресс, поэтому ему нужно создать благоприятные условия для успешной акклиматизации. Уход за рассадой томатов после пикировки включает в себя «закаливание». Эту процедуру обычно делают на протяжении нескольких дней перед самой пересадкой саженцев. Это нужно для того, чтобы повысить холодостойкость растений, правильный полив. Помидоры очень чутко реагируют на переувлажненные и высушенные почвы, поэтому для дачников очень важно отрегулировать частоту и объем. Полива, рыхление, прополки. Без этих базовых процедур невозможно добиться активного развития куста. К тому же на засоренной почве создаются условия для появления болезней и вредителей. Подкормка рассады помидор после пикировки, пожалуй, самая важная часть ухода. Подпитка саженцев органическими и минеральными компонентами позволяет добиться активного роста ботвы и образования завязей, а впоследствии и богатого урожая. Как подкармливать рассаду помидор после пикировки? Очень редко встречаются плодородные почвы, в которых есть все необходимые питательные вещества для нормального развития саженцев. Поэтому часто встает вопрос, чем подкормить рассаду помидор после пикировки. Если изначально нет данных о состоянии почвы, то можно ориентироваться на сигналы, которые подает сам томат, замедление роста говорит. О недостатке натрия и калия, пожелтение и увядание листвы, результат нехватки азота, повышенная ломкость стебля, явный признак. Недостатка магния и кальция, осветление ботвы означает, что в почве не хватает железа, потемнение листьев, появление фиолетового оттенка. Свидетельствуют о дефиците фосфора, очень хилые листья, которые не могут держаться на стебле и опадают, сигнализируют о нехватке азота. Через полтора-две недели после пикировки делают первую подкормку рассады томатов. Второй раз кусты нужно удобрять еще через 2-3 недели. Последующие подкормки проводятся по необходимости и не являются обязательными. Первый раз удобрения вносят после того, как саженцы укоренились и пошли в рост. В этот период растению больше всего необходим азот для развития зеленой части. Чаще всего в этот период используют навоз, разведенный с водой в пропорции час-10 минут, с добавлением 1 стакан. Лист нитрофоски. На один куст приходится 500 мл готового раствора. Это средство облегчает адаптацию помидор и укрепляет иммунитет. Настой из птичьего помета и кипятка в пропорции 2-1. Раствор должен настояться под крышкой двое суток. Затем концентрацию снижают, разбавляя настой 10 литров воды. Слабый раствор птичьего помета является богатым источником азота для томатных всходов. Закваска на дрожжах – 0,1 кг на 10 литров воды с добавлением 3 стакана. Лист сахара. В течение 3-4 дней в составе происходит процесс ображения. Полученный настой необходимо развести 5 литров воды. Такой раствор является мощным стимулятором роста для тоненьких ростков. Народные методы есть несколько эффективных народных рецептов, которые пользуются популярностью уже много лет. Важно знать. Сначала нужно поливать грядку, а затем кормить помидоры удобрениями, так полезные вещества быстрее проникнут в корни. Йодный раствор йод является прекрасным дезинфектором против грибка. Кроме этого он повышает устойчивость растений к заболеваниям и активизирует рост. Для приготовления состава необходимо развести 1 каплю в 3 литра воды. Готовый раствор используют до пикирования в открытый грунт. Наносят состав через распылитель. Одной обработки чаще всего бывает достаточно. Йодный раствор зола, зольный раствор – это ценный источник калия и фосфора. Они необходимы для развития плодов. Фосфор к тому же улучшает вкусовые качества томатов. Кроме этого зола уничтожает грибок. Для приготовления раствора смешивают 2 литра кипятка и 1 стакан. Лист золы. Раствор нужно подержать один день, а затем полить им растения. Зола как удобрение банана и эти фрукты ценятся за большое содержание калия в составе. Есть два способа использования бананов. Дачники практическим путем определяют, какой из них предпочтительнее – банановый порошок. Кожуру необходимо высушить и измельчить руками или в блендере. Полученный порошок насыпают в посадочную лунку, чтобы рассадить саженцы, настой. На 3 литра воды берут 3 кожуры и настаивают 3 дня. После этого средства процеживают и поливают им кусты. Банановый порошок скорлупа В яичной скорлупе содержатся все необходимые минеральные вещества, поэтому ее можно назвать комплексным удобрением. Сложность заключается в том, что скорлупы нужно насобирать большое количество и хорошо просушить. Затем ее применяют в двух видах – насыпают в лунку измельченную скорлупу, поливают помидоры настоем. На 1 литр кипятка берут 7 скорлупок, затем убирают банку в темное место на неделю. Появление характерного запаха будет сигналом о готовности настоя. С скорлупа кофе прежде чем пикировать рассаду, почвенный состав можно улучшить спитой гущей. Она разрыхляет и облегчает грунт, улучшает доступ кислорода к корням и насыщает микроэлементами. Спитая гуща кофе шелуха лука на 5 литров воды нужно взять 20 грамм. Шелухи и настоять в течение 3-5 дней. Полученным настоем можно опрыскивать ботву или поливать помидоры. Это средство защищает от инфекций. Шелуха лука в некорневые подкормки питательные вещества проникают в растения не только через корни, но и через наземную часть растений. Поэтому в некорневые подкормки тоже очень эффективны, особенно в целях профилактики заболеваний. К тому же посленовые активно впитывают полезные вещества через листья. Лучшее время для опрыскивания – утро. На листьях есть роса, которая является своеобразным проводником питательных компонентов. С помощью опрыскивания можно удобрить помидоры такими средствами, как – раствор мочевины, кальциевая селитра – использовать нужно аккуратно. С четким соблюдением дозировок, так как селитра – токсичное вещество, ее избыток плохо сказывается на здоровье человека и состоянии. Почвы – суперфосфат, крапивный отвар, корневые и внекорневые подкормки лучше всего чередовать друг с другом, так эффект от процедуры будет максимальным. Стимуляторы роста в момент посадки саженцы, как правило, имеют очень тонкие стебли и слабую корневую систему, так как пространство в контейнере строго ограничено. Чтобы ускорить развитие растений, допускается применение стимулирующих препаратов. Они безопасны для здоровья и не несут вреда для природы. Агрикола – экологичное комплексное удобрение, которое на треть увеличивает урожайность помидор. В составе агрикола есть фосфор, калий, железо и многие другие важные компоненты. Этот препарат блокирует попадание нитратов в почву и растения, повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает вкусовые качества плодов. Ухаживать за томатами с помощью этого средства можно на протяжении всего сезона, с весны до осени. Препарат представлен в жидком виде и в гранулах. На упаковке всегда присутствует четкая инструкция по применению. Агрикола гумат натрия – средство, которое имеет и органический, и минеральный состав. Абсолютно безвредный препарат. Он образуется в результате жизнедеятельности беспозвоночных существ. В составе присутствует более 20 аминокислот, натриевые соли, белки и углеводы. Применение этого средства увеличивает урожайность на 20% и снижает потребность в дополнительном внесении азота наполовину. Гумат натрия улучшает состав и структуру почвы. Гумат натрия – болезни и вредители. Помидоры подвергаются грибковым инфекциям, особенно фитофторозу. Спасти кусты от гибели можно при помощи препарата фитоспорин. Им опрыскивают саженцы после пикировки, в результате на стеблях и листьях образуется защитная пленка, сквозь которую не могут распространиться споры гриба. Препарат выпускается в виде пасты и порошка. Его нужно развести по инструкции и обработать растение через распылитель. Рассада томатов часто страдает от черной ножки. Заболевание поражает молодые побеги на первых неделях роста, в результате саженец не может развиваться и погибает. Препарат иммуноцит уфит справляется с этой болезнью. Чаще всего в этом средстве замачивают семена перед посевом. Обработанный посевной материал не только получает иммунитет от большинства гнилей, но и восполняет энергетические запасы, поэтому ростки быстрее всходят, а у более взрослых растений активнее образуются завязи. Черная ножка томата похожим действием обладает препарат ЭПИН, но его наносит через распылитель после пикировки. Рассада быстрее адаптируется и укореняется, а также получает защиту от инфекций. Рассаживать помидоры из контейнеров на грядке нужно всегда с большой осторожностью, ведь нежные ростки еще не набрали нужной силы. Помочь растениям пережить стресс и набрать силу можно при помощи своевременных подкормок. Опытным путем можно определить подходящие под конкретные условия выращивания препарата и средства. Используя их, можно рассчитывать на богатый и вкусный урожай.